На Ближнем Востоке обстановка остается крайне напряженной, так в столице Афганистана этим утром прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли свыше 30 человек. В Иране продолжаются массовые антиправительственные демонстрации, а в Ираке не прекращается тяжелейший политический кризис. Подробнее о ситуации в регионе расскажет мой коллега, политический обозреватель телеканала CBC Руслан Сулейманов. Руслан, добрый день, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Олег. Да, действительно, на Ближнем Востоке тоже, как всегда, неспокойно. Прежде всего, хотелось бы рассказать о том, что произошло сегодня в Кабуле. Там действительно прогремел очень мощный взрыв, в котором, по последним данным, погибли 32 человека и более 40 получили ранения. Как уточняется, взрыв совершил террорист-смертник, который проник в образовательный центр на западе афганской столицы. Информацию о взрыве уже подтвердило радикальное движение «Талибан», которое контролирует ситуацию в стране. Стоит напомнить, что вообще взрывы в Афганистане участились в последние месяцы. Как правило, они происходят по пятницам, то есть в день пятничной молитвы. Пятница в Афганистане – это еще и выходной день. Чаще всего эти ужасающие инциденты имеют место в мечетях. Долгое время эти взрывы происходили в шиитских мечетях. И всегда за эти взрывы ответственность берут те или иные радикальные группировки. Прежде всего, это Исламское государство в Харасане, которое является ответвлением, филиалом террористической организации Исламское государство, прогремевшее несколько лет назад на весь мир. Важно подчеркнуть, что представители сформированного талибами Временного правительства Афганистана утверждают, что в стране нет никакой угрозы терроризма. То есть они ликвидировали все очаги сопротивления. То есть в Афганистане, мол, нет никаких проблем с радикалами. Кроме того, Афганистан не угрожает своим соседям. Но так или иначе, соседи Афганистана и другие страны отмечают, что обстановка там по-прежнему крайне тяжелая, крайне неспокойная. И это главным образом затрудняет как раз-таки международное признание сформированного радикалами правительства страны. Даже те страны, которые относительно дружат с талибами, например, Россия, сильно критикуют талибан. Например, сегодня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что негативное воздействие на обстановку в Афганистане оказывает радикальный курс талибов во внутренних делах. Они по-прежнему пребывают в эйфории от победы над США и явно недооценивают опасность проводимой политики пуштунизации. Пуштуны – это основная этническая группа, и талибы как раз в массе своей являются пуштунами. И правительство Афганистана преимущественно состоит из пуштунов. Талибов критикуют за то, что во многих государственных структурах нет представителей политических меньшинств. Поэтому ситуация крайне тяжелая в Афганистане, и, наверное, никто не может предсказать, как она будет разворачиваться дальше. И в любом случае обстановка явно будет только ухудшаться. Перейдем к Ирану, где уже вторую неделю не прекращаются антиправительственные демонстрации. Если тысячи граждан Ирана в десятках городов страны требуют справедливого расследования гибели 22-летней Махса Эмени, которая была задержана сотрудниками полиции, точнее полиции нравов за неправильно надетый хиджаб, то, как 16 сентября девушка погибла по официальной версии от сердечного приступа, по неофициальной версии, которой придерживается большинство иранского общества, она была просто забита до смерти. К настоящему моменту в ходе массовых протестов в Иране погибли уже не менее 40 человек. Власти пытаются подавлять эти акции, проводят массовые задержания. Так, например, вчера в провинции Кум на северо-западе Исламской республики были задержаны порядка 50 активистов, которых обвинили в распространении пропаганды, которая может угрожать действующему режиму. Дополнительное воздействие на ситуацию в Иране, конечно же, оказывает международная обстановка, внешние игроки, руководство страны вообще считает единственным виновником того, что сейчас происходит, западные страны, прежде всего Соединенные Штаты, которые буквально в эту ночь ввели очередной пакет санкций в отношении 10 организаций, связанных с иранской нефтехимической промышленностью. В любом случае, как отмечают многие аналитики и в Иране, и в других странах на Западе, руководству страны придется пойти на уступки, прежде всего по закону о хиджабе и целомудрии, это закон, против которого выступают женщины в Исламской республике. Также многие иранцы требуют изменения в экономической политике страны. Я напомню, цены на многие продукты питания взлетели почти на 300%. Кроме того, правительство Исламской республики отменило целый ряд субсидий. Также, конечно же, у руководства страны сейчас очень уязвимое положение в переговорах по ядерной сделке, которые начались весной этого года в столице Австрии, Вене. И опять же, многие подчеркивают, что сейчас Иран не в том положении, чтобы как-то диктовать условия, поэтому он, конечно же, будет соглашаться с теми требованиями, которые выдвигают европейцы и американцы. В любом случае, обстановка в Иране, опять же, крайне напряженная, и точного, конкретного ответа о том, какие пути выхода из этой ситуации есть, наверное, сейчас не может сказать никто. И мы подошли к третьей стране, о которой также хотелось бы упомянуть. Это Ирак, где уже почти год не прекращается тяжелейший политический кризис. Напомню, обстановка в Арабской республике накалилась после проведения досрочных парламентских выборов в октябре прошлого года. Были очень долгие споры относительно их результатов, но в конце концов стало понятно, что победу одержал Блок во главе с харизматичным шиитским проповедником Муктадой Ас-Садром. И главная проблема для садристов, несмотря на то, что они получили большинство в парламенте, состояла в том, что они не смогли сформировать правительство по Конституции. Именно они должны это сделать. В течение нескольких месяцев садристы пытались договориться с другими политическими силами, но у них ничего не получилось, и в итоге они решили просто выйти из парламента. А их прямые противники, несмотря на то, что это тоже шииты, объединение под названием «Координационные рамки» предложило своего кандидата на пост премьер-министра, его зовут Мухаммед Ас-Судани. Садристам он не понравился, и вот тогда, в середине лета, они начали активно выходить на улицы. И там, например, в Багдаде, в других провинциях Ирака стали происходить очень тяжелые стычки, были десятки погибших, и буквально минувшим днем, опять же, в центре Багдада имели место серьезные столкновения со сторонниками Ас-Садра, которые требуют вообще проведения новых досрочных выборов, и полицейскими. По последним данным, в стычках с протестующими ранения получили более 100 сотрудников силовых структур. Как я уже отметил, один из вариантов выхода из этого тяжелейшего политического кризиса новые парламентские выборы, на чем настаивают садристы, а также, возможно, даже смена конституции, по которой укрепится власть президента страны. Многие в Ираке отмечают, что не хватает Арабской республики сейчас жесткой руки, почти как во времена Саддама Хусейна. Вчера вечером глава иракского парламента, точнее, он называется Совет представителей, Мухаммед Аль-Халбуси заявил о том, что политические блоки и партии Ирака приступили к переговорам о создании нового правительства. Но, опять же, это не говорит о том, что Ирак выходит из кризиса, кризис будет продолжаться, очевидно, до принятия какого-то радикального решения, которое изменит политический ландшафт и ситуацию в стране. Пока что борьба продолжается, и не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке. Поэтому регион продолжает бурлить, этот ближний бурлящий восток, как бы сказал российский востоковед Леонид Медведко. Будем наблюдать за развитием событий, но так или иначе, очевидно, что напряжение в этом неспокойном регионе будет только нарастать. Спасибо, Олег, тебе слово. Большое спасибо, Руслан. Руслан Сулейманов о ситуации на Ближнем Востоке. Продолжение следует...